Весенние школьные каникулы, 5 рабочих дней. Радость для детей и головная боль для родителей. Куда деть ребенка, если мама на работе, родственники далеко, а сын первоклассник и дома один пока не остается. Поискав в интернете, я выбрал самый простой и дешевый вариант. Эту неделю Захар будет со мной и в офисе, и на съемках. Повезло, что тема подходящая. Сыну 7 лет. Родился в Сочи, вырос в Китае, в школу пошел в Санкт-Петербурге. Увлекается баскетболом и танцами. Нет, не такими. Русскими народными. А еще побывал почти на всех аттракционах огромного Пекина. И удивить такого ребенка непростая задача. Но я все же попробую, а заодно и посчитаю, во сколько нам обойдутся каникулы в Санкт-Петербурге. По Дворцовой площади на Самокате одно из первых желаний. Весело на свежем воздухе и почти бесплатно. Второе твое желание. Хотел попробовать себя журналистом. У меня к тебе один вопрос. Какими ты видишь идеальные каникулы? Сможешь ответить на них? Да. Давай. Вот тебе камера, а я поехал покатаюсь. У меня идеальные каникулы это когда не надо ходить в школу, не надо делать домашнего задания. Можно просто отдохнуть. Можно порисовать, поиграть в солдатиков. Да все можно делать. Все. Очень много свободного времени. И это время нужно чем-то занять. Изучаем предложения, разрабатываем программу. Обойти все хотелки за неделю мы, разумеется, не успеем. У Захаров внушительный список желаний, среди которых город-профессии, театр, кино, аквапарк и скалодром. Перечислять можно бесконечно. Мест для детского отдыха в Петербурге хватает. Мы выбрали самые познавательные и экстремальные маршруты. Главное, чтобы денег хватило. Газки, страховочные тросы и высота. Веревочный парк даже для взрослого непростое испытание. Маршрут проходим вместе и сравниваем с обучением в первом классе. Захар признается, программа для него простая. Учить русский язык гораздо легче, чем китайский. Удержаться на тросах куда тяжелее. То есть ничего нового в первом классе ты не нашел? Нет, нашел. Например? Ну, много всего там. Примеры узнал, как решать там. Ну, то есть прописные буквы я не умел писать. Я это все научился делать. Ну, а самое-то главное, что ты нашел в школе? Как ты думаешь? Друзей. И этих друзей он хотел позвать с собой. Всех. Я бы говорил. Цена посещения парка – 2000 рублей за два часа. Не каждому по карману. Что-то все здесь очень вкусное. Как-то глаза прям разбегаются. Еще один день каникул. И мне приходится держать обещания. Ввиду ребенка в одну из самых популярных кондитерских Петербурга. Выбор пирожных растягивается чуть ли не на час. Берем не по одному, а по два. Третий вариант держим в уме. Хорошо, что наша мама этого пока не видит. Я потом создам такие торты, которые будут даже полезны. Мамы, наоборот, будут уговаривать детей есть торты. Да? Да. Очень удобно. Разговор о будущем продолжаем в одном из многочисленных музеев для детей. Хотели сходить в дом великана или галерею эмоций, но выбрали рекорды и факты, где понюхали трупный цветок. И как впечатление? Сам понюхали. Все так ужасно, что ли? И в буквальном смысле остались с носом. 19 сантиметров. Дай линейку. Ведь больше смотреть здесь не на что, а стоит сомнительное удовольствие 900 рублей. Хватило бы на пару интересных книг по той же химии, которой вовлечен мой сын. Я хочу стать химиком, чтобы изобрести эликсир молодости для моей мамы. Гораздо интереснее на картинге. Скорость до 60 км в час. Резкие повороты и порции адреналина. За рулем ребенок побывал в первый раз. Два заезда по 10 минут. Кошелек похудел. Сын счастлив. Очень круто. Я прыгаю вообще. Я такого не ожидал. У меня не было такой мечты. Но теперь она появилась. Мечта какая появилась? Чтобы всегда здесь ездить. Скооперироваться с друзьями и брать отгулы по очереди. Так называемый классный отдых. Это еще один способ занять детей во время каникул. Еще вчера был один, сегодня уже пять. Культурная программа, настольные игры и экскурсия по телецентру. У меня же монтаж сюжета. Это эфир через шесть часов. В итоге за неделю на развлечения мы потратили 7,5 тысяч рублей. И это благодаря теме сюжета, который вместе и смонтировали. Няня и лагерь обошлись бы в два раза дороже. А ведь впереди летние и самые длинные каникулы. И хорошо, что пока еще есть время подумать над планом. Андрей Федоров. Пульс города.